Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В муниципалитете стартовал цикл масштабных форумов под названием «День соседей». Сегодня здесь инициативные жители. В области ведется работа по улучшению архитектурного облика торговых объектов. Мы проводим работу с собственниками, с арендаторами данных объектов. Накануне Дня строителя в городе Видно открылась фотовыставка «Гипсобетон. Вчера, сегодня, завтра». Завод родился чуть-чуть попозже, чем город Видно. 6 августа в жилом комплексе «Видный город» произошло отключение горячей и холодной воды. Первые сообщения от местных жителей об отсутствии водоснабжения начали появляться еще днем. Заложниками ситуации оказались все дома жилого комплекса, расположенные на бульваре Мстислава Ростроповича и улице Галины Вишневской. Днем отключили воду, собственно, до сих пор ее нету. Время уже вечернее. Основная проблема в том, что отсутствует какая-либо коммуникация между службами, отсутствует обратная связь под соответствующих структур. По предварительным данным, генеральным подрядчикам Фондом развития территорий по непонятным причинам была приостановлена работа водораспределительного узла. Чтобы разобраться в ситуации, на место приехали представители администрации муниципалитета и сотрудники Видновского ПТО ГХ. Вот как только запустят воду, я пойму, что у вас все нормально и вода уже поступает. Значит, с этого момента я сочту возможным отсюда уехать. В результате переговоров в 21 час доступ к водораспределительному узлу был предоставлен. В присутствии местных жителей и активистов специалисты переключили запорную арматуру на водопроводных камерах, и подача воды была быстро восстановлена в штатном режиме во всех квартирах жилого комплекса. Мы очень надеемся, что впредь такого не произойдет. Мы в непосредственном контакте руководству округа и с Фондом развития территории, и непосредственно с застройщиком, соответственно, с подрядчиком фонда, скажем так, кто ведет дострой этого микрорайона. Опять-таки мы подключаем прокуратуру, потому что прекрасно понимаем, что жители нашего городского округа не должны оказываться в подобной ситуации. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется масштабная работа по улучшению архитектурного облика торговых объектов. Особенное внимание уделяется павильонам, расположенным вдоль автомобильных дорог. Заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова проверила ход работ по приведению к единому стандарту торговых точек в деревне Опаренке. В связи с тем, что внешний вид торговых объектов на данном участке не соответствует необходимым требованиям, в ходе встречи вместе с предпринимателями представители администрации округа обсудили стандарты оформления магазинов и дальнейшую работу по демонтажу зданий. К сожалению, не все объекты у нас красивые, опрятные, поэтому мы проводим работу с собственниками, с арендаторами данных объектов, чтобы они все-таки выполнили эту работу. Обходим паспорт объекта подготовить и, соответственно, согласовать колористику данного объекта. Все это, когда проходит на комиссии в администрации, соответственно, на рабочей группе. Далее уже собственники приступают к реализации данного проекта. Некоторые собственники уже привели в порядок свои торговые точки и благоустроили близлежащую территорию. Другие владельцы еще в процессе переоформления своих объектов. То есть вы будете устанавливать абсолютно новые объекты? Какие строки? Вы планировали до конца августа. До конца августа? Прекрасно. К сожалению, мы сейчас не имеем полномочий накладывать штрафы на административные комиссии городского округа в связи с мораторием, поэтому мы идем через суд. В решении суда происходит также либо принудительное приведение данного объекта в соответствии, либо демонтаж силами собственника. Рейды по контролю приведения к единому стандарту торговых павильонов в муниципалитете будут продолжены. В Подмосковье завершился прием заявок на субсидии для покупки оборудования для малого и среднего бизнеса. Более 400 компаний претендуют на эту меру поддержки. Субсидии позволят возместить до 5 миллионов рублей и до 50% затрат на приобретение оборудования для создания, развития и модернизации производства. С 1 августа в регионе запустили две новые программы поддержки. Субсидии для социальных предприятий до 2 миллионов рублей на аренду, ремонт, коммунальные платежи и оборудование с компенсацией до 85%. И гранты для социальных и молодых предпринимателей размером от 100 до 500 тысяч рублей на аренду, ремонт и закупку техники. Узнать подробнее о субсидиях и грантах можно на инвестиционном портале региона. В Ленинском городском округе стартовал цикл масштабных форумов под названием «День соседей». Первая встреча прошла в поселке Развилка, которую посетили более 300 жителей. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. За последние два месяца в муниципалитете прошло более 100 дворовых собраний. В ходе таких мероприятий активные жители обсуждали темы от жилищно-коммунальных услуг до здравоохранения. На форуме «День соседей» собравшиеся обсудили готовые проекты по улучшению городской среды. Сегодня здесь инициативные жители. Сегодня здесь мы, кто готов эти инициативы брать в работу и исполнять. И очень внимательно прислушиваемся именно к очередности реализации данных инициатив. На мероприятии присутствовали представители Совета депутатов Ленинского округа, управляющих компанией и коммунальных служб, а также гражданские активисты Олег Тихонов и Дмитрий Банченко. Перед началом форума жители имели возможность задать свои вопросы профильным специалистам и получить ответы. Это очень важно, что инициативы жителей будут выпущены в реальность. Мы сегодня собрались именно неравнодушные жители, неравнодушные соседи, которые способны принять участие в решении проблем наших поселений. И проконтролировать исполнение этих всех задач. Участникам форума были представлены уже завершенные проекты. Отремонтированные тротуары, ведущие к автобусной остановке храм и школе в поселке Развилка. А также предложили несколько первостепенных инициатив для реализации. В частности, обустройство лесопарка Коробова, строительство пристройки к Молоковской школе и возведение учебного заведения на 825 мест в ЖК Новомолокова. Коснулись темы создания новых систем водоотведения и водоснабжения, обустройство дополнительных парковочных карманов и многого другого. На собрании жители выбрали инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время. Результаты голосования первого форума «Одень соседей» будут опубликованы в домовых чатах поселка. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Медицина становится доступнее, а оснащение медицинских учреждений обновляется и модернизируется. В Видновской клинической больнице введено в работу оборудование нового поколения. Какие возможности теперь есть у врачей и как обследуются пациенты, узнала Инга Янчук. Медицинское оснащение Видновской клинической больницы продолжает обновляться. В этот раз 105 единиц нового оборудования получило отделение восстановительного лечения. Новые аппараты по лазеротерапии, ультразвуковой терапии, по электрофорезу, по токам, по электростимуляции. Снимаем постоперационные воспалительные изменения, отеки, снимаем боль, помогаем быстрее восстановиться человеку и выписаться домой. Новое оборудование многофункциональное и позволяет одновременно проводить несколько процедур как одному пациенту, так и двум. Айхилодиния, болезнь Бехтерева. Пациенты разные, неврологические, травматологические приходят. Особенно педиатрия тоже нас любит. То есть гемортроз. Тут очень много всего. Также в кабинете для электросветолечения установлен новый аппарат, который выполняет 8 программ и нацелен на разные виды процедур. Но основными функциями являются лимфодренаж и пневмомассаж. Он может делать как обычный массаж, физиологический массаж. То есть показаний очень много. Аппарат замечательный. Слава богу, у нас вот он новый, тоже мы его получили. И он на самом деле востребованный. Светлане Масловой назначили лимфодренажные процедуры. Девушка отмечает приятную легкость в теле, ощущается с первых секунд. Впечатления очень интересные, необычные. Такое давление создается внутри вот этого костюма. По всему телу, по переменам. Благодаря чему снимается усталость, разгоняется лимфа. Ну, очень приятные ощущения. Одному из пациентов кабинета лечебно-физической культуры требовалась разработка суставов ноги после перенесенной травмы. Для этого ему был назначен нестандартный вид лечения в игровой форме. Ну вот сейчас, видите, вот я вам выставила почти одинаковые границы. И вы в них попадаете. И вот я смотрю подачу, что вчера у вас больше было не попадание. В конце тренировки написан результат, да. Сколько он выполнил в процентном соотношении, правильно, сколько он собрал грибов. И также датчики два. Ему, чтобы собирать эти грибы, нужно попадать вот в те границы между красными линиями. Если он не будет попадать, вот сейчас он не попадает, у него грибочек не собирается. А пока пациент увлечен игрой, разрабатывая стопу, врач фиксирует качество ходьбы и следит за показателями. «Описаны значения различия. То есть 0,1 – это незначительное, потому что у нас физиологически мы не одинаково идем. Мы как раз пациентам тренировали то, что у него страдает этот период опоры». Теперь лечение стало не только эффективнее, но и интереснее. Физиотерапевтическое оборудование также активно используется в амбулаториях и в детской поликлинике Ленинского округа. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видна ТВ. В преддверии Дня строителя в городе Видной открылась фотовыставка под названием «Гипсобетон. Вчера, сегодня, завтра». Экспозиция является частью цикла выставок, посвященных старейшим предприятиям Ленинского городского округа. В сквере «Юность» на Заводской улице новая фотовыставка, организованная историко-культурным отделом Дворца культуры «Видная». На этот раз она посвящена предприятию «Гипсобетон» и рассказывает о всех этапах его развития. Выставка называется «АО «Гипсобетон. Вчера, сегодня, завтра». Это совместная выставка историко-культурного отдела и нашего комбината «Гипсобетон». Это старейшее и легендарное предприятие нашего Ленинского городского округа. Строительство комбината, легендарный первый директор Абу Аронович Плоткин, цеха предприятия, передовики, производство. Все это на фотографиях экспозиции. Отдельный стенд рассказывает о повседневной жизни рабочих. Завод родился чуть-чуть попозже, чем город Видны. И очень много наших сотрудников живет в этом городе. Город и мы о городе очень прекрасного впечатления. И город о нас тоже хорошего впечатления. Это уникальная возможность для жителей и гостей города познакомиться с историей одного из ключевых предприятий и узнать больше о людях, которые внесли свой вклад в его развитие. Выставка посвящена нашему заводу, нашему любимому родному предприятию. Хочу сказать, что сегодня завод – это динамично развивающееся предприятие. У нас очень бурлящая и кипящая жизнь на заводе. Экспозиция включает в себя 50 фотографий, с которыми все желающие могут ознакомиться до 1 сентября. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин